Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов, тогда ставь лайк данному видео, подписывайся на канал и напиши комментарий со своим ником. Более подробная инфа в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер и сегодня мы с вами, ребятки, записываем второй выпуск рубрики Горячая Картошка. Несмотря на то, что в прошлый раз у нас вроде как бы что-то получилось, а вроде как бы что-то и нет, вы мне, ребята, написали очень много полезных советов. Первый совет это как раз таки, ребята, тот, что мне написали, что Горячую Картошку нужно играть в командном режиме, чтобы особо не париться и не пугаться именно тех, кто за тебя играет, а именно видеть, ребята, того, кто у нас именно такая Горячая Картошечка. Я, ребята, это ущел, соответственно, сейчас я буду заходить за Красных, вот ребята, которые со мной тут играют, они будут за Синеньких, они будут, так сказать, убегать сейчас от меня, ну а я первый буду этой самой Горячей Картошечкой. Думаю, все получится довольно-таки эпично, сейчас нужно сделать перезаход, чтобы у нас время обнулилось, и тогда, ребята, у нас будет один раунд играться, и, соответственно, кто последний останется Картошкой, тот лох. Так, давайте напишем перезаход. Давайте, ребята, перезаходик по Шурику сделаем, все заходят за Синих, я захожу за Красных, и пошла жара. Да, пошла, ребята, прям дикая жара, короче, мне сейчас надо догнать кого-то из этих писюнов, и, ребята, кто еще не вкурил и не помнит, может быть, мэйби, правила, я вам сейчас по-быстренькому их скажу. То есть, правило такое, ребята, мне нужно кого-то из этих писюнов найти и стрельнуть, и попасть, ребята, именно в них не с плэшом, а ракетой. Вот, ребята, только лишь ракеточкой, мне нужно в них попасть, вот, и, соответственно, если я в них попаду ракетой... На, так, давай ты теперь, давай-давай-давай-давай, ты теперь у нас горячая картошка, я, соответственно, перезахожу за Синих, а тот чувак у нас заходит за Красных, и пытается сейчас нас догнать. Ну, я думаю, ребята, у нас не будут ни жульничать, ничего не делать, а самое главное, коротко, в том, то, что я... Самое, ребята, главное то, что я просто Богом молю, чтобы я не остался, чтобы я, ребята, тупо не остался вот этой картошки в самый последний момент. Нет! О, 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 о! Вот сейчас было довольно-таки опасно. Блин, вот этот картофанчик, он проехал прям возле меня. Еще самое главное, чтобы у нас ребята, то есть, там не бодались, не тягались, и если там в него реально попали, то они, то есть, перезаходили, чтобы по-быстренькому. Вот, единственная, ребята, как раз таки проблема заключается в том, чтобы в эту рубрику набрать у нас просто лютых и дерзких, адекватных людей. Вот, вот это, ребята, единственная, как раз таки проблема сией рубрики. Так, я пока ничего не вижу, но, в принципе, если сейчас кто-то кого-то, я думаю, встрельнет, и он в него попадет, сразу, ребята, у нас перезайдут по Шурику. Так, на одном месте, ребята, тоже, знаете, стоять это не очень хорошо, то есть, до добра это не доведет. Ух ты, мазафака! Я надеюсь, это свои меня там паляют. Так, у нас уже скилл фрум мастерство, нормально, нормально. То есть, ребята, изначально, как вы поняли, да, я был вот этим картофанчиком, я его вижу, я его просто вижу, я, ребзя, его вижу. И если сейчас он... Смотрите, сколько у нас чуваков, то есть, бегают от него, сколько чуваков боится, чтобы он их как раз таки своей ракеткой не догнал. Но, чтобы не погладил им по спинке, по попке, по животику, я не знаю, куда там еще можно погладить, чтобы так это сильно жестко, гейско не звучало. Вот, но, в принципе, да ладно. Думаю, меня мои зрители простят за столь эпичные комментарии. Но, серьезно, ребята, у меня после последнего, так сказать, выпуска, именно вот этой картохи, остались очень, ребята, положительные впечатления. И, в принципе, опять же, ребята, если у вас есть какие-то правки, доработки, ну, думаю, сейчас уже как раз таки все доработано, просто вообще на ези. Единственное, что у нас остается... Ёпта! Попал сейчас? Бля, сейчас попал, да, вроде бы? Да, да, сейчас попал. Я бы, короче, ребят, не знаю, я решил остановиться уже, бог с ним, этот рассинхрон, потому что в прошлый раз меня так чуть ли не съели. Но у меня на экране не было, а вот того чувака, который меня догонял, соответственно, было. Короче, мне не нравится то, что я начал этой картошкой быть. Мне это вообще не нравится. Так, и... Оп! Про Антон. Про Антон у нас. Нормальный это крестнулся. Вот такие вот фишки мне нравятся, когда я захожу и просто вижу. Двух чуваков, и в них можно стрелять. Но я как раз таки целился в Антона. Хотя можно было бы и в Санька там юнита зацелить, чтобы он нас здесь погонял. Нас, так сказать. А чего они все в этом, в минусе-то? Ребята, вы чего все в минусе? Если вы упали в минус, можно самоуничтожиться, ничего страшного. Кого-то толкает, пихает друг друга, это просто жесть. Короче, я, ребята, ничего не знаю. Я не хочу остаться последним чуваком, который будет у нас этой горячей картохой. Я не хочу стать лохом. Потому что сегодня, ребята, на кону у нас стоит такая детская немножечко... Ну, прихер, даже пойми, что такое детская. Короче, ребята, просто что-то у нас детское стоит. То есть, кто у нас в этом раунде остается горячей картохой, соответственно, ребята, можете там, где встретить, в биите там или где, вот, чтобы вас там не барли, ничего не делали, просто называть его Лехом. Лехом, просто пишите. Такие подошли и сказали, о, Леха, здорово. Ты у нас в горячей картошке поиграл, да? Ты, значит, Леха. Ну, кто не понял, это тот лох, ребята. Лох. Лех у нас. Кто? Боже мой. Я, если честно, ребята, поначалу не понял. Я сперва хотел прихереть. Да что ты меня пугаешь, ты, козел? Знаешь, как страшно, когда в те ракеты летят, и ты не знаешь. То ли это картоха у нас едет, то ли это едет вообще какой-то... Вадим, беги. Окей. А я, что ли? Нет, Антон. Да ёпта! Почему? Саша, хватит меня стрелять, иначе у тебя писюн никогда не вырасти, ты будешь всегда таким маленьким кататься. Вот. Это не очень хорошо. Так, я, короче, здесь стою. Но, на самом деле, эта позиция очень херовая. Потому что... А чего у нас всегда юнит в минусе-то лежит? Я серьезно думал. Какой фиг он у нас всегда в минусе? Как не посмотрите, он всегда в минусе. Ребята, спецом в минус ложиться нельзя. Пожалуйста, не ложитесь в минус спецом. Потому что сейчас, если я его вижу, вы у нас автоматом просрете. То есть, если вы едете и нарочно прям в минус бросаетесь, кидаетесь, чтобы, так сказать, иметь выгоду. В плане каком. То, что вы, например, с тобой что уложились, и вас не успели попасть. Это, ребята, довольно-таки нечестно. Так что, я не знаю, я пока катаюсь, я еще не раз в минус не упал, чтобы... Не знаю. Короче, я еще в минус не раз не упал. Ребята, там, короче, на вашей базе, возле красных, паркурят людишки всякие. Зачем вы их проезжаете? Можно? Мне кажется, он не попал, чисто сплэшем. Сплэш, сплэш, сплэш сейчас был. Сплэш, сплэш, сплэш. Сплэш сейчас был. Или что, или нет? А, окей. Блин. А у меня показалось, что он сплэшем, ребята. У вас тоже показалось, что, короче, на мосту этого чувака, то есть, ракета, она ударилась сплэшем. Она, то есть, с него вообще не попала. Не знаю. Ну, по-моему, было все так. Если честно, мне, ребята, нравится, что время у нас уже идет к завершению, к своему логическому завершению. Но, если сейчас какой-то писос возьмет и выстрелит и меня в меня в последний раз, и именно я останусь тем самым последним чуваком, который у нас будет за горячую картошку играть, не попал, братан. Вроде бы не попал. Потому что у меня очень, прям, адово, мало хп снесло. Мне кажется, все-таки не попал. Так, бегите, глупцы, бегите, он в садик. Тихо. Тихо, 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 тихо. Не попал, не попал. Или попал, не попал, мало же хп снесло. Или кто сейчас меня попал? Вроде бы не попал. Или что сейчас было такое? Но, если никто не выходит, значит, никто не попал в меня. Это хорошечно. А, он самоуничтожился. Да хватит вы меня стрелять! Вот, еще кто играет за меня, просто вообще петухи. Я вам отвечаю, вы такие петушки? Прямо вот, каждому не хватает по золотому гребешку. Вы нахера в меня стреляете? Вы знаете, как страшно это сейчас бегать, записывать видосы на свой канал? И если ты проиграешься, я буду самого лохом вызывать. И, причем, ты даже ничего сделать-то с этим не сможешь. Потому что так и будет, ты проиграл, как бы, и желание есть желание. До следующего выпуска, соответственно, все будет так, как есть. Ну, короче, если я проиграю, ребята, сегодня у нас выйдет два выпуска горячей картошки. Вот, так что, если вы случайным образом увидите еще один выпуск горячей картошки, то, ребята, не удивляйтесь. Наебал. Ой, сори, ребят, за мат. Просто здесь такие эмоции у нас. А этот чувак у нас бежит именно за мной. Я понял. Да минута же осталась, ну серьезно? Не, братан, давай не надо. Давай все-таки ты останешься, отвалишь от меня. Чувак. Еди нахер, минута осталась. Смотри, сколько целей у нас вкусных. Смотри просто, какие они сладкие. Смотри на мостике сколько. Вот в далеком мире танки. Стойте, спасите меня, пожалуйста. Я, ребята, короче, ничего не буду говорить, ничего не буду комментировать. Просто, ребята, это очень жестко. Я вам серьезно говорю, это настолько жестко. То есть, идите в сраку. Серьезно, с этими рубриками идите просто в сраку. Я не знаю, сейчас где он уйдет. Просто, просто, просто. Скилловой! 36 секунд осталось. Тихо, тихо, братишки, братишки. Делит унит. Унита, да? А походу да. Он же в полу-минусе, он его, получается, чпокнул. 13 секунд, 12. Я ничего не знаю, я здесь стою. Здесь же, он по-любому уже до меня не успеет доехать. Он уже по-любому не успеет до меня доехать. Я, ребята, я тут стою. Три, два, один БЫДЫЩ Саня, скилловый Саня, который раньше был у НИД Все, лох Просто лелище Так, ладно, короче, ребята На этом мы рубрику заканчиваем Вот, кому она понравилась Опять же, ребята, обязательно ставьте свои лайки Подписывайтесь на канал Мне просто очень дико приятно Что я, наконец-то, не проиграл Так что, ребята, ставьте свои лайки Подписывайтесь на канал На самом деле, всем пока-пока